Мэр Полин беседует с безработными о своих бизнес-планах. Городок Индианхэт, штат Мэриленд, представляет собой двухкилометровую полосу земли между реками. По соседству находится военно-морская база, а городская дорога переходит в шоссе, которая через час приведет вас в американскую столицу. Вдоль дороги расположено то, что осталось от местного бизнеса, магазинчиков, которые были вынуждены закрыться из-за крупных торговых центров, открывшихся неподалеку. Новый мэр надеется, что Индианхэт сможет вновь стать тем городом, которым был раньше. Очаровательным местом, окруженным природными красотами. Городом, в котором люди хотят жить. Все может измениться. Много лет назад Индианхэт был быстрорастущим городом. И я хочу это вернуть. Я хочу, чтобы предприниматели вернулись к нам. Хочу стимулировать бизнес. Владельцы недвижимости, которые не живут в городе, часть проблемы, потому что они получают налоговые льготы с пустующей собственности. Полин хочет ввести программу, которая сделает пустые здания невыгодным имуществом. Чем дольше здание пустует, тем больше штраф. Это сделает пустые здания нерентабельным вложением. И владельцы будут искать способы начать бизнес. Предприниматель Келли Мёрфи верит, что молодой мэр сможет изменить ситуацию. Его возраст меня совсем не беспокоит. Он полный энергии, которая заражает всех, кто его окружает. У нас давно такого не было. Венди Полин, мать мэра, говорит, что её сын обладает необходимой настойчивостью. Он не боится вызовов. Когда он видит проблему, он ищет решения. Когда Брэндону было 10 лет, он добился того, что местные власти поставили знаки у пешеходных переходов. С тех пор я всегда был вовлечён в жизнь города. Посещал собрания в администрации. А потом я подумал, что мне пора вступить в игру. На своей должности Полин будет получать 6 тысяч долларов в год. Он живёт с родителями и дистанционно учится в университете. В его кабинете лежит экземпляр политического эссе, написанного в 16 веке. Полин говорит, именно эта книга нужна ему для вдохновения. Ведь такая же хранится в овальном кабинете Белого дома.